Беседа 32, Рим. 16.17 Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Опять увещание и после увещания молитва. «Сказав, остерегайтесь вводящих разделения и не слушайтесь их», апостол присовокупил «Боже мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре! Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь!» Заметь же, как снисходительно он увещевает, делая это не как советник, но как слуга, и даже с большим к ним уважением. Апостол называет их братьями и просит, говоря «Молю вас, братья!» Потом предостерегает их, обнаруживая козни вредных людей. Но так как эти люди не действовали явно, то апостол говорит «Умоляю вас, остерегайтесь!» То есть тщательно исследуйте, узнавайте, испытывайте. Кого же именно остерегаться? Производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились. Потому что разделение всего более подрывает церковь. Это дьявольское оружие. Им не спровергается. Пока единение соблюдается в теле церкви, до тех пор дьявол не может иметь доступа. Но от разделения происходит соблазн. От чего же разделение? От учений, противных учений апостолов. Откуда же такие учения? От служения чреву и прочим страстям. Ибо таковые люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. Таким образом, не было бы ни соблазнов, ни разделений, если бы не было выдумано учение, противное учение апостольскому. Указывая на это апостол и говорит здесь, противное учению. Он не сказал, которому мы научили, но которому вы научились. Чем предупреждает их и показывает, что они совершенно убеждены, услышали и приняли учение. Что же нам делать с этими зловредными людьми? Апостол не сказал, идите против них и бейте, но уклоняйтесь от них. Если бы они делали это по незнанию или по заблуждению, то их следовало бы исправить. Но так как они с сознанием грешат, то удаляйтесь от них прочь. И в другом месте апостол говорит, остерегайтесь всякого поступающего бесчинно. И относительно Александра Медника он дает такой же совет Тимофею, говоря, берегись его и ты. Потом укоряйте их, которые осмеливаются вводить разделение. Он показывает и причину этого их поступка. Говоря, таковые люди служат чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. То же самое он говорил в послании к филиппийцам, Бог их чрево. А здесь, как думаю, апостол делает намек на обратившихся из юзиев, которых обыкновенно всегда укоряет в чрезмерном чревоугодии. И в послании к Титу он сказал о них, злые звери, утробы ленивые. Так же Христос, обвиняя их в этом, говорил, съедает домы вдовиц. И пророки обличали их в том же сказано, утолстел и отвергся возлюбленный. Второзаконие 32.15. Потому и Моисей увещевал их так. «Еды и насытийся, вспомни Господа Бога твоего». 6.11. И по свидетельству Евангелия, иудеи говорили Христу, какое знамение дашь нам? И оставив все остальное, упоминает только о манне. Таким образом, из всего можно видеть, что иудеи были заражены страстью чревоугодия. Как же брату Христа не стыдиться иметь учителями рабов чрево? Итак, чревоугодие служит причиной заблуждения. А способ злоумышления есть опять другая болезнь. Именно «Лесть ласкательством, красноречием обольщают сердца простодушных». Хорошо сказано «красноречием». Услуги льстецов только на словах, а сердце их не таково, но исполнено коварство. Далее апостол не сказал «Прельщают вас, но сердца простодушных». Даже и этим не ограничился, но чтобы слова его показались не слишком резкими, продолжает. «Ваша покорность в вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Это сказано не с тем, чтобы избавить их от стыда, но чтобы предупредить похвалами и множеством свидетелей удержать в повиновении. «Не я один, — говорит, — свидетельствую, — на целой вселенной». И не сказал апостол «Ваше благоразумие, но ваше послушание», то есть «повиновение», а это свидетельствовало о великой кротости. «Радуюсь у вас. Немало и это похвала». Потом за похвалой следует увещание. Освободив их от обличения, апостол, чтобы они по забвению не могли сделать себя более нерадивыми, снова делает им намеки и говорит «Итак, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Видишь ли, как тонко он опять обличает их, когда они и не подозревают этого, так как этим апостол намекает, что некоторые из них уже обольщены. «Боже, мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Так как апостол сказал о вводящих раздоры и соблазны, то говорит теперь о Боге мира, чтобы они смело надеялись на освобождение от них. «Кто любит мир, тот не спровергает все нарушающее мир». И не сказал апостол «Покорит», но что гораздо важнее «сокрушит». Сокрушит не только тех, которые вводят раздоры, но и вождя их, сатану. И не просто сокрушит, но сокрушит под ногами вашими, так что они одержат победу и сделаются знаменитыми вследствие этой победы. Апостол утешает также и непродолжительностью времени, а именно присовокупил вскоре. Таким образом, в словах его заключались вместе и молитва, и пророчество. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». «Вот величайшее оружие, несокрушимая стена, непоколебимая крепость». Апостол для того и напомнил им о благодати, чтобы сделать их более ревностными. «Если вы освободились от боли опасного и освободились по одной благодати, то тем более освободитесь от меньшего, когда сделали себя друзьями и присоединили собственные свои усилия». Видишь, как апостол не отделяет и молитву от дел, и дело от молитвы. За свидетельство об их послушании он потом стал молиться, показывая этим, что если мы со всем усердием ищем спасения, то необходимо для нас и то, и другое, и собственные усилия, и благодать Божия. В благодати Божией мы не только прежде имели нужду, но и теперь имеем, как бы мы ни были велики и искусны. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатор, сродники мои». Видишь, опять обычные похвалы. Об Ясоне упоминает также и Лука и представляет нам его мужество, говоря, и повлекли его градоначальнику Попия. Деяние 17.6. Естественно, что и остальные были люди примечательные, так как Павел не упомянул бы просто о сродниках, если бы они не были подобны ему по благочестию. «Приветствую вас в Господе, и я, Тертий, писавший это послание». И это немалая похвала быть писцом Павла. Но, конечно, Тертий говорит это не в похвалу себе, но чтобы служением своим привлечь к себе горячую любовь римлян. «Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ерас, городской казнохранитель, и брат Кварт». Замечаешь ли, какой венец сплел ему апостол за свидетельство о столь великом его страннолюбии и собрав всю церковь к нему в дом. Словом, страннолюбец он назвал здесь странноприимца. А когда услышишь, что Гай принимал у себя в доме Павла, девись не только щедрости, но и строгой жизни Гайя. Потому что, если бы Гайя не был достоин добродетелей Павла, то Павел и не пошел бы к нему в дом. Стараясь исполнить многие заповедеи христовых, более того, сколько ими предписывалось, апостол не приступил бы до того закона, которым повелевалось наперед уведомлять о принимающих и останавливаться в домах у достойных. Приветствует вас Ерас, городской казнохранитель. Не без основания апостол прибавил слова «городской казнохранитель», но, как писал к филиппийцам, целуют все из Кесарева дома, чтобы показать, что проповедь коснулась и людей знатных. Так и здесь, в той же самой цели, упоминает о достоинстве Ераста. Давай этим понять, что внимательному к себе человеку не служит препятствием ни богатства, ни заботы по должности, ни другое тому подобное. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Видишь ли, чем должно все начинать и оканчивать? Это самый апостол положил и в основании своего послания. Этим же и покрыл все здание, одновременно и спрашивая римлянам у Бога благодати. Мать всех благ и напоминаем о всех благодеяниях Божиих. Это преимущественная черта доблестного учителя, помогать ученикам не только словом, но и молитвою. Почему и сказано, а мы же прибудем в молитве и служении слова. Кто же будет молиться о нас после того, как Павел отошел от нас? Подражатели Павла, сделаемся только достойными этого ходатайства о нас, чтобы не только здесь слышать нам голос Павла, но и по удалении туда удостоится нам видеть Христова подвижника. Или лучше сказать, если здесь будем слушать Его, то без сомнений и там Его увидим, и хотя будем стоять и не возле Него, но несомненно увидим Его во всем блеске близ царского престола. Где словословят черувимы, где парят серафимы, там мы и увидим Павла вместе с Петром, как главного и первоверховного в лике святых, и там вполне насладимся Его любовью. Если в этой жизни Он столько любил людей, что при всем желании разрешиться и быть со Христом, предпочитал оставаться во плоти, то тем более пламенную любовь Он покажет там. Поэтому я люблю Рим. Хотя можно хворить в нем многое, его обширность, древность, красоту, многолюдство, могущество, богатство, военные доблести, но оставив все это, я прославляю Его за то, что Павел при жизни своей писал к римлянам, весьма любил их, беседовал с ними лично и жизнь свою кончил в Риме. Город Рим этим знаменит более чем всем прочим. Подобно великому и могучему телу, Рим имеет два светлые ока, тела этих святых апостолов. Не так блистательно небо, когда солнце развивает лучи свои, как блистателен город римлян, озаряющий все концы вселенной, этими двумя светилами. Оттуда будет восхищен Павел, оттуда Петр. Помыслите и содрогнитесь, какое зрелище представит Рим, когда Павел и Петр восстанут там из своих гробов и будут восхищены в средине Христа. Какую розу подносит Рим Христу? Какие два венца украшает этот город? Какие золотые цепи опоясывает его? Какими обладает он источниками? Потому и я удивляюсь Риму. А не множеству золота, ни колоннам, ни прочим украшениям, но этим столпам церкви. 856. Кто даст мне ныне прикоснуться к телу Павла, пыльнуть ко гробу и увидеть прах этого тела, которое восполнило в себе недостаток скорбей Христовых, носило язвы Христовые, повсюду посеяло проповедь, прах того тела, в котором Павел обтек вселенную, прах тела, посредством которого вещал Христос, воссиял свет блистательней всякой молнии, возгремел глаз бывший для демонов ужасней всякого грома, при помощи которого Павел изрек те вожделенные слова, «Хотел бы я и сам быть отлучен из-за братьев моих», в котором он говорит перед царями и не стыдился. А мы познали Павла и самого владыку его. Не столько страшен для нас гром, сколько страшен для демонов голос его. Если демоны трепетали одежки его, то тем более голоса его. Этот голос привел демонов связанными, очистил вселенную и прекратил болезнь, и знал порог, водворил истину. В этом голосе присутствовал сам Христос и всюду с ним шествовал. Голос Павла был то же, что Херувимы. Так восседает Христос на небесных силах, так восседал он и на языке Павла. Подлинно достоин был принять Христа этот язык, вещавший только угодное Христу, и, подобно Серафимам, воспаривший на неизреченной высоту. Что при высприне такого голоса, который вещает, говоря, «Ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». Сколько, ты думаешь, крыльев, сколько очей было у этого голоса. Потому-то он и говорил, «Нам известны помышления его, потому-то и бегали демоны, когда не только слышали вещание Павла, но и видели одежды его. Хотя бы Павел и находился далеко». Я желал бы увидеть прах этих уст, посредством которых Христос изглаговал «великие и неизреченные тайны», даже больше тех, какие возвестил сам. Потому-то как через учеников он и совершил больше, так и изглаговал больше. Прах тех уст, которыми Дух дал вселенной дивные свои провещания. Чего не совершили благие уста Павла? Изгнали бесов, избавили от грехов, заградили устам учителям, связали язык философов, привели вселенную к Богу, убедили варваров быть любомудрыми, преобразовали все на земле и на небе устраивали таким образом, как желал Павел, потому что он, по данной ему власти, вязал и разрешал тех, кого хотел. Я желал бы увидеть прах не только уст, но и сердца Павлова, которое можно, не погрешая, назвать сердцем вселенной, источником тысячи бесчисленных благ, началом и стихией нашей жизни. Из этого сердца разливался на все дух жизни и передавался членам Христовым, будучи сообщаем непосредством жил, но посредством добровольных, благих дел. Это сердце было так пространно, что вмещало в себе целые города, племена и народы. «Распространите сердца ваши, сердца наши распростерты для вас», говорит апостол. Однако же и это столь пространное сердце нередко сжимало и угнетало расширяющую его любовь, как говорит он сам. «От многой печали и стесненного сердца писал вам» 2 Коринфянам 24. «Я желал бы видеть и разрушившееся это сердце, которое воспламенялось против каждого из погибающих и вторично мучилось болезнями рождения о чадах, родившихся несовершенными, которые видит Бог, как сказал, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», которая сделалась жертвою, жертва Богу Дух сокрушенный. «Было превыше небес, пространнее вселенной, блистательнее луча солнечного, горячее огня, тверже алмаза и источило реки». Как сказано, «Реки из шрева потекут воды живой?» В этом сердце был источник текущий и напаяющий не лицо земли, но человеческие души. Из него и ночью, и днем истекали не простые реки, но источники слез. Оно жило новою, а не этой нашей жизнью. «Живу не я», — говорит он, «но живет во мне Христос». Итак, сердце его было христовым сердцем, с крижалью Духа Святого, книгой благодати. Оно трепетало за чужие грехи. «Боюсь», — говорит, «не напрасно ли я трудился у вас?» Чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не повредились. Чтобы когда пришел к вам, то не нашел вас не такими. А за себя оно и боялось и имело дерзновение. «Боюсь, чтобы как проповедовать другим самому не остаться недостойным?» И так же «Ни ангелы, ни начало не могут разлучить нас». Оно удостоилось так возлюбить Христа, как не любил никто другой, презирало смерть и гиенну, сокрушалось от братских слез. «Что вы, — говорит, — сокрушаете, — сердце мое!» Это сердце было самое терпеливое, однако же и в течение короткого времени не моглось терпеть отчуждение фессалоникийцев. «Я желал бы увидеть прах рук бывших в узах, рук, через возложения которых Павел подавал духа и которыми написал он эти письмена. Видите, как многое написал вам своей рукою» Галатом 6.11. И еще «Приветствие моею рукою Павловою», по-славянски «Целование моею рукою», «Прах рук, увидев которые ехидно упало в огонь». «Я желал бы увидеть прах отчей, которые не напрасно потеряли зрение, прозрели во спасение вселенной, и еще в теле удостоились увидеть Христа, которые смотрели на земное и не видели, созерцали незримое, не знали сна, бодрствовали среди ночей и не страдали тем, что свойственно завистникам. Я желал бы увидеть прах тех ног, которые обтекли вселенную и не утомились, которые были заключены в колоду, когда поколебалась темница, которые обошли обитаемую и необитаемую землю и многократно по ней путешествовали. Но зачем говорить в подробностях? Я желал бы увидеть гроб, в котором положено оружие правды, оружие света, члены ныне живые, но мертвые тогда, когда находился Павел в живых, члены, в которых жил Христос, члены распятые миру, члены Христовы, во Христа обличенные храм Духа, святое здание, члены, связанные Духом, пригвожденные страхом Божиим, носящие на себе язвы Христовы. Это тело ограждает Рим. Оно надежнее всякого укрепления и бесчисленных стен. А с ним и тело Петра, потому что Павел почитал Петра еще при жизни. «Я ходил, чтобы встретиться с Петром», говорит он, «потому благодать удостоила его и после смерти быть с Петром под одним кровом». «Я желал бы увидеть этого духовного льва. Как лев, дышащий пламенем, на стада лисис, напал он на сборище бесов и философов и, подобно быстрой молнии, ворвался в дьявольское полчище. И дьявол не мог стоять против него прямо и открыто, но так боялся и трепетал, что, как скоро замечал его тени, слышал его голос, сбежал далеко. Так Павел, будучи вдали, предал сатане впадшего в блудодеяние и потом опять исхитил из рук его. Так поступал и с другими, чтобы научились не богохульствовать. И смотри, как Павел поощряет, возбуждает и укрепляет подчиненных своих. Так Есисянам он говорил, «Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей». И потом указывает на награду в небесном, говоря, что подвязаемся не ради земного, но ради неба и небесного. А другим пишет, «Не знаете ли, что мы будем судить ангелов, никем ли более дела житейские?» Итак, размыслив о всем этом, будем мужественны. И Павел был человек, и он имел одинаковое с нами естество, и все прочее было у него общее с нами. Но так как он явил великую любовь ко Христу, то взошел превыше небес и стал с ангелами. Таким образом, если мы захотим хотя несколько вознестись и возжечь в себе этот огонь, то и мы будем в состоянии подражать святому апостолу. А если бы это было невозможно, то Павел и не восклицал бы, «Подражайте мне, как я, Христу». Итак, не будем только удивляться Ему, не станем только изумляться перед Ним, но и будем подражать Ему, что по отшествии отсюда нам удостоится узреть Его и участвовать в неизреченной славе, достигнуть которой да будет дано всем нам благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь.